Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Алмазной осени Негосударственного пенсионного фонда Вячеслав Хмыров. Вячеслав Викторович, я вас приветствую. С 30 октября началась и стартовала Всероссийская неделя финансовой грамотности. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия в рамках этой недели планируется проводить по вашей линии? Я бы, наверное, сказал даже немножко по-другому. Называется эта неделя Всероссийская неделя сбережений. Она действительно посвящена финансовой грамотности нашего населения. Мы участвуем как Негосударственный пенсионный фонд в подразделе пенсионное обеспечение. И, собственно говоря, рассказываем больше, как не попасться на уловки пенсионных мошенников. Скажем так, вот это основная наша задача просветить наших граждан, наших земляков, что делать, если вы уже стали жертвой мошенничества, как избежать этого. Все это будем рассказывать. В течение нескольких дней в Якутске мы проведем ряд встреч на предприятиях, организациях и в муниципальных органах, где подробно осветим эти темы. Скажите, пожалуйста, почему так важно беречь СНИЛС от посторонних? Прямо вот от посторонних. Да, от посторонних. Ну, надо начать, наверное, с того, что такое общий СНИЛС. Страховой номер индивидуального лицевого счета – это такая зеленая карточка, которая вам дается один раз и на всю жизнь. В общем-то, в этой карточке зашиты ваши персональные данные, и она используется для того, чтобы накапливались баллы и пенсионные накопления, связанные с пенсионной системой, связанные с льготированием, то есть льготы будут выдаваться по этой карточке при предъявлении. Ну и, собственно говоря, в отличие от известного чуть ранее ИННН, который только для налоговой составляющей используется, предполагается, что номер СНИЛС будет участвовать во всем документообороте в электронном правительстве, так называемом. То есть все электронные услуги вы можете получить, только зная свой номер СНИЛС. Поэтому очень важно держать его, как говорится, за семью замками. Скажите, пожалуйста, а кому он может быть интересен? Кто такие охотники за СНИЛС? Чем они опасны? Они опасны как раз тем, что, получив ваши персональные данные, прежде всего как раз номер СНИЛС, им желательно еще иметь данные вашего паспорта, но не обязательно, они могут сделать так, что прежде всего ваши пенсионные средства, которые учитываются по номеру СНИЛС в пенсионном фонде, были переданы кому-то, кто, в общем-то, будет использовать их по своему усмотрению. Сейчас этим занимаются не государственные пенсионные фонды, не совсем, наверное, добросовестные, может быть, и управляющие компании инвестируемые этих средств. И вот, если получив такой номер СНИЛС, выведав его, пенсионный агент может подделать подпись человека и перевести его пенсионное накопление в какую-то организацию по своему выбору, получив за это вознаграждение. Вот и вся идея. Скажите, пожалуйста, а вот то, что мы, допустим, бережем за семью замками свой СНИЛС, это понятно. Если человек, допустим, потерял документы, что делать ему? Как обезопаситься? То есть это сразу нужно заявлять о том, что утерян паспорт, СНИЛС и так далее? Или вот уже случилось? Заявлять в любом случае нужно, да, конечно, нужно заявить. Но дело в том, что номер СНИЛС в течение жизни не меняется, и вам выдадут дубликат. То есть такой же точно СНИЛС, таким же точно номером. Если вы предполагаете, ну, потеряв, да, что с СНИЛС могут провести какие-то манипуляции, нужно как минимум написать в Пенсионный фонд Российской Федерации о том, что все заявления, которые от меня поступают с моим номером СНИЛС, считать недействительными. Так, а дальше как будет происходить? То есть номер не будет меняться? Он не меняется, он один раз на всю жизнь. И, собственно говоря, дальше вы сами сможете также точно... Вот этот номер, он актуален в текущем году, да. Вот сегодня человек, который занимается агентскими услугами, он сегодня написал это заявление, завтра он уже про вас забудет. Ему сегодня нужно выручить свои деньги. Кто и где на самом деле вправе требовать граждан СНИЛС? И обязательно ли всегда его иметь при себе? Ну, начнем со второго вопроса, наверное. Нет, не обязательно иметь при себе. Не зря я сказал за семью замками. Поэтому держать его лучше дома, где вы держите все документы, носить с собой не обязательно. В ряде случаев он действительно по законодательству обязательно для предъявления. Прежде всего, это Пенсионный фонд Российской Федерации. Туда нужно обязательно, если вы идете, брать с собой СНИЛС. Потому что по вашему номеру учитываются, опять же, все средства. Вы там учитываетесь как номер в Пенсионном фонде. Если вы имеете взаимоотношения с негосударственным пенсионным фондом, обязательно тоже предъявлять нужно СНИЛС в негосударственном пенсионном фонде. Если вы сознательно выбрали негосударственный пенсионный фонд, осуществляете там пенсионное обеспечение, перевели накопительную пенсию, тоже нужно там предъявлять. При трудоустройстве в кадровых службах обязательно нужен номер СНИЛС, для того, чтобы налоги, страховые износы за вас перечисляли в Пенсионный фонд. Именно за вас. Я напомню, что вы учитываетесь там как номер. При оформлении полиса обязательного медицинского страхования, при пользовании электронными услугами, госуслугами, тоже нужно предъявлять. Ну и в органах соцзащиты при оформлении льгот. Вот весь исчерпывающий перечень. Если у вас требует номер СНИЛС в страховых компаниях, в банках, это требует неправомерно и можно его не предъявлять. Так как же в банках, допустим, если человек пришел получить кредит, оформить или что-то там спрашивать СНИЛС, значит они неправомерно это делают? Да, это значит интерес банка прежде всего. Я не буду говорить, что они там занимаются какими-то неправомерными делами. Это, конечно, не так. И отправить просто отказаться и не предъявлять. Абсолютно верно. Это желание банка потребовать у вас дополнительные какие-то документы. Мы уже говорили о том, что делать нам, если мы стали жертвой этих охотников за СНИЛС. Это конкретно охотники, которые именно ищут, где бы украсть СНИЛС и провести какие-то махинации. Либо это случайные люди, которым в руки попался этот документ. Какую помощь может в этом случае оказать, допустим, ваш фонд? Ну смотрите, про случайных людей, которым попал случайно документ в руки, мы говорить не будем, поскольку что с ним делать, рядовой человек не знает. Я больше говорю именно о агентах, а в агентских сетях, которые продают ваши накопления в другие какие-то организации и имеют за это вознаграждение. Они называются в обиходе пенсионными мошенниками. Хотя мошенниками их может только суд признать. Ну давайте оставимся на такой терминологии. Я сказал уже, что вы можете написать и должны написать заявление в пенсионный фонд, чтобы не принимали никакие ваши заявления в текущем году. Пенсионный фонд не принимал. И соответственно наш фонд, имея филиал в Якутске, готов помочь любому обратившемуся гражданину, независимо от того клиентам, какой организации он имеется. Если он попал в такую неприятную ситуацию, у нас разработаны специальные формы документов, специальные формы писем, которые человек может заполнив, послать в соответствующий пенсионный фонд. И если вдруг, я еще один нюанс скажу, если вдруг вы не в этом году стали жертвой и ваши накопления перевели в какую-то организацию, куда бы вы не хотели, чтобы их переводили, вернуть их можно только через суд. Соответственно нужно подать заявление, иск в суд. С этим тоже наши коллеги могут помочь. Скажите, а где же мы можем столкнуться с этими мошенниками? В повседневной жизни, как это ни странно, мы все живем. Есть какая-то может быть статистика, кто чаще попадается на эту, так скажем, удочку, как это все происходит? Вы знаете, попадается все. Вот что интересно, независимо от уровня финансовой грамотности, агенты проходят специальное обучение для того, в том числе и известное нейролингвистическое программирование, для того, чтобы вас максимально огорошить сразу, заболтать, сказать, что они из государственных органов, они проводят проверку того, где находятся ваши пенсионные накопления, они проверяют номер СНИЛС, они выясняют, молчаны вы или нет. То есть под любыми вот этими вот соусами они готовы взять с вас информацию. Часто ходят по квартирам, то есть по квартирные обходы, очень часто. И любой, совершенно любой гражданин может попасться на эту удочку. Поэтому мы вот, в общем-то, и несем в массу информацию, как ограничить влияние этих агентов. То есть вот как раз хотелось, да, конкретный пример, как часто происходит так, что ходят по квартирам, представляются и пенсионным фондом России, и негосударственными пенсионными фондами. Ну, некоторые уже приловчились, так скажем, привыкли уже к этому и закрывают двери, не открывают и не общаются, а некоторые же все-таки. То есть никогда ни один фонд не ходит по квартирам, так? Государственный пенсионный фонд вообще не ходит практически нигде. Только по учреждениям, когда объявляют какие-то специальные мероприятия, связанные с пенсионным фондом Российской Федерации, то это крайне редкий случай. По квартирам никогда сотрудники государственных органов вообще не ходят по квартирным обходам. А негосударственные? Негосударственные могут быть, если у них есть какое-то представительство. Но я вам точно могу сказать, что НПФ «Алмазная осень» по квартирам не ходит. Никогда. Если вы где-то услышите, что кто-то ходит и заключает договоры в пользу «Алмазной осени», и к вам пришел человек в квартиру, гоните в шею, это неправда. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну вот в силу, допустим, может быть, своей финансовой неграмотности некоторых, так скажем, минует эта участь стать жертвами мошенников. И вот выгодно ли работодателю, допустим, обучать своих сотрудников этой финансовой грамотности? То есть один раз миновало, а второй раз может не миновать, так скажем. И лучше же все-таки быть подкованными финансово. На ваш взгляд, выгодно это или нет? На мой взгляд, выгодно дружить с негосударственными пенсионными фондами. И они уже обучат ваших сотрудников, что делать. Наш фонд этим занимается, например. А что касается работодателя, я сам являюсь работодателем, поэтому, безусловно, любые новшества, любая информация лишней не будет. Ваши коллеги будут вам благодарны, если вы расскажете или пригласите специалистов, которые расскажут о том, что вообще в финансовой сфере происходит. Я думаю, что строго неправильно. То есть речь будет идти не только о пенсионных накоплениях? Все зависит от того, в какое время. В рамках недели сбережений мы говорим конкретно о пенсионном мошенничестве. Конкретно, как обезопасить свои персональные данные от пенсионных мошенников. В другое время, если работодателю потребуется дать какую-то информацию о финансовом рынке, о структуре пенсионной системы. Вячеслав Викторович, благодарю вас за беседу и нашим телезрителям. Я напоминаю о том, что у нас в гостях был генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень» Вячеслав Хмыров. Оставайтесь на нашем канале, и мы обязательно обсудим самые важные темы. Всего доброго. До свидания.